Приветствую! В ремонте портативная автономная Bluetooth стереоколонка Sven PS340. Это довольно габаритное и нелегкое устройство представляет собой цилиндр длиной 285 мм и диаметром 120 мм. Ее вес 1,8 кг. Корпус изготовлен из пластика, но практически весь он обтянут акустической тканью. Только на торцах установлены по одному пассивному излучателю. Можно сказать, что она воздухонепроницаема, так как при нажатии на левый излучатель весь объем воздуха изнутри выталкивает правый излучатель. Колонка устанавливается на две обрезиненные опоры. В центре широкое резиновое кольцо, прикрывающее кнопки управления и интерфейс. Он прикрыт резиновой крышкой и представлен разъемом USB-C для зарядки встроенного аккумулятора с заявленной емкостью 3600 мАч, миниджеком для проводного подключения источника звука, портом USB-A для считывания контента с флеш-носителя. В отсеке также имеется кнопка сброса Bluetooth сопряжения. По тканью спереди прощупываются решетки двух динамиков диаметром по 70 миллиметров и с заявленной мощностью по 12 китайских ватт. Для удобства переноса сверху есть две петли для фиксации к ним с помощью карабинов комплектного плечевого ремня. Колонка в общем-то рабочая, включается на удержание большой верхней кнопки. Она имеет RGB светодиодную подсветку на торцах, которая меняется в зависимости от выбранного режима работы. И далее в такт музыке. У нее уже стандартных три режима воспроизведения. Первый через Bluetooth, второй с помощью проводного подключения, третье воспроизведение с USB флешки и четвертое FM радио. Для экономии заряда аккумулятора спустя 10 минут колонка отключается. А неисправность заключается в том, что колонка выключается при воспроизведении пиковой мощности от аккумулятора. У владельца этой колонки она также выключалась и при постановке на зарядку. Я подключал ее к мощному адаптеру питания с качественным кабелем USB-C и колонка не выключается. Но в общем-то это указывает на то, что не обеспечивается достаточно высокое значение тока от аккумулятора на стереоусилитель мощности. Хотя по светодиодному индикатору спереди видно, что аккумулятор заряжен и хорошо держит заряд. Чтобы выявить неисправный элемент, нужно вскрыть корпус колонки. Он представляет собой два полуцилиндра, которые, судя по четырем выемкам сверху под тканью и таких же четырех выемок снизу, скреплены получается восьмью саморезами. А для этого придется отклеивать ткань. Но сначала стяну с корпуса колонки широкое резиновое кольцо, предварительно отклеив серийный номер. Пригодится. Отклеив резиновые накладки, выкручиваю саморезы под ними и снимаю опоры. Далее аккуратно отрываю от центра корпуса ткань и стягиваю ее на край, извлекая также ее из-под петли. Выкручиваю высвободившиеся с этой части корпуса четыре самореза, скрепляющие обе половины, а также саморезы, которые фиксируют кольцо на его торце. Все саморезы одного размера. Из восьми позиций саморезы были вкручены только в шести. Отсоединяю кольцо и извлекаю пассивный излучатель с приклеенной к нему тканью. Внутри вот так. На пластиковом ребре установлена плата с тремя RGB светодиодами. В глубине виден динамик одного канала и край аккумуляторной батареи. Повторяю всю эту процедуру для другой части колонки. Кольцо с другой стороны фиксирует пассивный излучатель тоже на шесть саморезов. С этой стороны в глубине видна также часть монтажной платы. Выкручиваю четыре самореза и снимаю пластиковую накладку на кнопках управления. Здесь саморез другого размера. Под ней приклеена на корпусу плата с кнопками, выполненные на пленке. Отключаю от разъема шлейф, немного подав в сторону шлейфа черную планку замка. И с помощью лопатки отклеиваю вот эту меньшую часть пленки, приклеенной к одной из половин корпуса. Теперь корпус раскрылся. Отключаю разъем микрофона. Сам микрофон приклеен спереди возле решетки одного динамика. Далее отключаю оба динамика. Они различаются цветом проводов. Отключаю аккумуляторную батарею от красного разъема. Интересно, что сам разъем на плате имеет пять контактов, а к фишке подходит только четыре провода, пара красных и пара черных. Важно правильно подключить этот разъем, соблюдая полярность. Вот так. Здесь для увеличения значения тока используются два аккумулятора типа 18650, собранные в батарею. Непосредственно на плате под разъемом они включаются параллельно. Отсоединяю черный провод радиоантенны, который проложен внутри этой части корпуса под платой. Отключаю разъем RGB светодиодной подсветки на торцах колонки. Они также отличаются цветом. Снова подняв кверху черный замочек, извлекаю шлейф от платы кнопок управления. Сама монтажная плата зафиксирована с одной половины на четыре самореза, которые выкручиваю. С другой приклеена к пластиковому ребру какой-то черной смолой, которую нужно срезать. И извлекаю плату. Фото монтажной платы опубликовал в пабликах канала, ссылки на них в описании. В качестве контроллера заряда аккумулятора используется микросхема CS4056E. На входе питания собран ключ на полевом транзисторе 4407A, который, вероятно, отключает аккумулятор при срабатывании таймера сна и по сигналу защиты. А для усиления используется усилитель мощности на 30 Вт, построенный на микросхеме CS83785E. Это FM-приемник на микросхеме QN8035. Общее управление режимами, коммутация источников, управление RGB-подсветкой и Bluetooth-модуль выполнены на микросхеме ATS2825. Поддерживает ее работу 16-мегабитная флеш-память XMC25QE16BZIG. Аккумуляторная батарея прижата к корпусу алюминиевой планкой с помощью двух саморезов. Выкручиваю их, чтобы извлечь. На ее оболочке указана емкость в 3600 мАч или 32 Вт в час. Протестировал аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства Liitocalo 500S. Она была разряжена током 250 мАч в течение 7 часов 40 минут. Батарея отдала в нагрузку емкость более 1800 мАч. Теперь устанавливаю на зарядку. Спустя почти 9 часов аккумуляторная батарея была заряжена током 500 мАч до емкости более 2600 мАч, что ниже заявленного значения на целые 1000. В общем-то на этом можно ремонт заканчивать, потому что теперь при подключении заряженной батареи колонка на пиковой мощности не выключается. На причину выявленной неисправности меня подтолкнули слова владельца о том, что колонка выключалась даже при одновременном заряде аккумулятора. Вероятно, из-за некачественных зарядных устройств или кабеля, аккумулятор впоследствии не обеспечил достаточный ток разряда. Распакую батарею, чтобы оценить сами аккумуляторы. Внутри два литий-ионных аккумулятора типа 18650 в сиреневой оболочке без обозначений. На небольшой плате установлена микросхема DW01A для защиты литиевого аккумулятора и три сдвоенных полевых транзистора 8205L. Протестирую каждый аккумулятор в отдельности. Итак, на заряд каждого аккумулятора потратилось гораздо меньше времени, всего около двух часов 50 минут. Емкость первого аккумулятора около 1300 мАч, второго около 1200 мАч. Что в два раза ниже номинального объема заряда такого типа литиевого аккумулятора? Минимум 18650, кажется, должно быть 2000 мАч. Поэтому по согласованию с владельцем колонки я заменю аккумуляторы на новые, которые приобрел на ZonBY, по ссылке в описании видеоролика. По заверению продавца, и это указано на этикетке, емкость каждого 3400 мАч. Сейчас проверю. В результате я купил аккумуляторы с действительным объемом заряда по 3400 мАч. Отлично! Теперь запакую их в батарею и проверю работоспособность платы на пиковой мощности. В общем, припаял плату к аккумуляторам, обернул их ацетатным скотчем. Для устранения возможных вибраций аккумулятора в корпусе колонки приклеил с помощью двусторонней липкой ленты полоску поролона. Готово! Проверю работоспособность схемы. Подключаю батарею к разъему, строго соблюдая тот нюанс, о котором я сказал ранее. На пиковой мощности колонка не отключается. Гуд! Приступаю к сборке колонки. Фиксирую внутри батарею. Кстати, внутри достаточно места для установки рядом, если выломать эти ребра, еще такой пары аккумуляторов. И в другой части под платой есть возможность вложить плоский литий-полимерный аккумулятор с габаритами 40 на 55 миллиметров. Кстати, сейчас заметил, что в обеих половинах корпуса есть по паре пазов, через которые тонким инструментом можно отодвинуть защелку и вынуть петли для плечевого ремня, чтобы не выдирать ткань из-под них, как я это делал. То есть при сборке сначала засовываем петлю со стороны края корпуса под выступ, а затем защелкиваем ее с другой стороны. В другой половине установлены два динамика в металлической корзине с бумажным диффузором диаметром 70 миллиметров и резиновым подвесе. Диаметр магнита тоже 70 миллиметров. На них есть маркировка импедас 4 ома и мощность 12 ватт. Глубина динамика 50 миллиметров. По звучанию, на мой вкус, для уличной колонки они нормальные, но они не выдают чистых, звонких, высоких частот. Как бы их подъедают. И низкие, не сильно глубокие. По торцу корпуса в паз проложен силиконовый уплотнитель. Закрепил монтажную плату на 6 саморезов вместо клея. Здесь есть позиции под них. Зачем экономить? Подключил все коннекторы. Вот так. Проверил работу контроллера заряда, распаянного на монтажной плате в колонке. Батарея зарядилась за 7 часов до значения 6700 мАч. Теперь завинчиваю корпус колонки. Вот эти 4 паза, через которые можно отщелкнуть петли плечевого ремня. Пассивные излучатели практически из прозрачного силикона. Имеется выступающий бортик в паз. Но центральный диск с надписью Sven не стальной, это пластик. На нем и наружном кольце есть прямоугольные выемки для правильной их установки. Далее фиксирую клеем B7000, пленочный шлейф, плату с кнопками. И в конце акустическую ткань. Готово. Защелкиваю петли, которые устанавливаются снизу широкой частью к краям колонки. Далее фиксирую опоры. На них тоже есть выемки со стороны центра колонки для их правильной установки. Спустя пару часов после высыхания клея удаляю цветные резинки. На этой накладке на кнопки по периметру имеется силиконовая изоляция. И вообще, колонка достаточно хорошо защищена от проникновения внутрь влаги, ну и пыли конечно. Далее натягиваю на место в центре резиновое кольцо. И в финале приклеиваю серийный номер, на котором обновил клейкую поверхность. Готово. Еще раз проверяю звучание колонки на пиковой мощности с USB флешки. И через Bluetooth подключаем. Отлично. Не сказал только о том, что можно подключать подобные колонки в стереопару при нажатии на эту кнопку. И при удержании кнопки MOD отключается и включается RGB подсветка. Таким образом, ремонт колонки, которая отключалась на максимальной громкости, заключался в замене батареи из двух растерявших половину емкости китайских аккумуляторов на качественные литий-ионные аккумуляторы типа 18650. Благодарю за просмотр и вашу оценку этого видео. Всем всех благ и до встречи на канале. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...